Продолжение следует... ...для того, чтобы успешно сделать цифровой слепот. Мы обычно выступаем в партнерстве с Дамиром. Это цифровой техник, который работает в цифре 2012 года, если не ошибаюсь. Он начинал в МИДе на ручном аппарате, который тренировался КОН. Сейчас, конечно, технологии шагнули далеко вперед. И мы уже знаем, что есть сканер, который заводится в полу-серта и делает цифровой слепот. То есть, оттиски, как раньше это было, не нужны. Сейчас можно все делать в цифре. Здесь я быстро пролистаю, потому что у нас времени не так много. Я окончил 3-й медицинский колледж в 2012 году. И моя карьера развелась так, что я был заведующим лабораторией, техником в заведующем лаборатории. И вот сейчас я работаю в ультрастом. То есть, что нам дает цифра? На самом деле, раньше работали как зубной техник и ортопед. На этом все. Хирурги не участвовали в процессе, не участвовали в процессе ни ортодонты, потому что такого огромного полу-профессионала было не собрать. Сейчас цифра нам позволяет все это объединить. Получается, хирург планирует операцию, передает информацию ортопеду. Ортопед уже изначально знает, что бы он хотел получить в конечном итоге. Пациент это все знает. Ортодонт может участвовать в процессе. То есть, все люди, которые участвуют, они могут вместе посмотреть на будущую работу. Благодаря цифре мы можем передать работу, можем моделировку показать пациенту. Мы даже при нем можем ее смоделировать, если это требуется. То есть, сейчас гораздо прочее. Пришел пациент в кресло, мы его отсканировали, и слепки уже улетели в лабораторию. И началась моделировка, например, какого-то воксапа, диджитал-воксапа, условно. И если пациент посидел 20-30 минут в кресле, пока разговаривает с доктором, и доктор ему объясняет, что ему туда подойдет. Емакс, виниры, имплантация там будет, или еще какое-то ортодетическое лечение. Шины будут, ну, может быть, нужны джиги и так далее. В этот момент техник уже может смоделировать зубы и прислать их пациенту на согласование. Есть программы, которые позволяют это делать. Алгоритмы сканирования. Вот здесь, наверное, самое важное. Смотрите, я сейчас покажу вот так пультом. То есть, когда мы сканируем полностью так, очень важно, да, вести сканер сначала по зубам, по окклюзиям. Потом, не переключая сканер, не отключая его, переходим на язычную либо нервную поверхность, и потом переходим на вестибулярную. И все это делается одним сканом. Потому что сканер сканирует там 2 сантиметра квадратных, не больше. Для того, чтобы у вас получился скелет будущей работы, чтобы его не перекрутило, не сжало, не расширило, нужно обязательно сделать одним движением, отсканировать полностью. Это будет у вас основа, база. И вот к этой базе уже можно досканировать фрагменты. Любые вообще. Это уже не имеет значения. Самое главное, первый скан должен быть непрерывный. От самого дальнего зуба мы идем... Сторона не имеет значения. Имеет значение, что мы от самого дальнего зуба идем по плоскости окклюзии, дальше переходим на нервную и на вестибулярную. Когда у нас получился этот скан, первый самый скан, он самый точный. Вот к нему, к этому скелету, можно уже присосвачивать любые файлы, досканировать. Потому что одного фрагмента фотографии может быть до 2,5 тысяч. У нас есть сканы в разных форматах. Это STL, OBG, PLI, DSF. То есть это уже сканы, которые у нас в цвете. Получается, можно видеть цвет зубов сразу, определить его. Показать пациенту, где у вас есть проблемы или их нет. Маленький ролик. Один. Звука. Я думаю, что это не проблема. Просто красивый ролик, как и план, что пациент, он открыл рот, ему осканировали все, что нужно. Это проходит гораздо быстрее. То есть 87 пациентов предпочитают уже сканирование. Кто это попробовал, следовательно возвращаться уже не хочет. 38 процентов стоматологов по версии DEN-сервиса, вот ребята выступали до меня, уже предпочитают сканер, нежели слепки. Но в то же время цифра нам – это инструмент, это помощник. То есть мы, когда моделируем работу, мы все равно гипсуем в артикулятор. Даже если он цифровой. Это очень важно. Я сейчас покажу слайды. Гипсовка в артикулятор – это важно, но важно, какие слайды вы перешлете, какой скал вы перешлете зубному технику. Очень важно, потому что есть проблемы. В основном они связаны с тем, что когда вы отсканировали полость рта, у вас получились какие-то фрагменты. Например, вот такой. Казалось бы, это можно удалить зубному технику, но прикусы никогда не отсканируете, потому что программа будет распознавать это, как твердую ткань. То есть попал язык, палец, кто-то еще. Когда вы сканировали, если вы это сразу не удалили, там есть функция программа, вы должны сразу его обрезать, как доктора. Это вот сейчас к ортопедам относится. Если вы этого не сделали, при сопоставлении моделей прикус будет нечеткий. Зубной техник может все это сопоставить, но точности уже не будет. Вот из-за этого фрагмента никогда не будет. То есть вот такие вещи нужно всегда очищать. Надо удалять. И засканировать то, что нам нужно. Вот это место. То есть получается оно тоже будет распознаваться, как твердая ткань. Хотя это, скорее всего, язык. Вот это вещь. Это вот щека. Кусочек щеки сюда попал. Но сканер это будет при сопоставлении, при гусаживании, видеть, как твердую ткань. И будет смещать. То есть все вот эти вещи здесь, тут, тут. Это все нужно убирать всегда. То есть мы рассканировались, почистили сканы, досканировали места, которые вы не смогли досканировать, и продолжили работу. Здесь, например, сопоставление отключенов сойдет по боковым зубам. Пациентка смыкает зубы, заводит скайлер, и по боковым поверхностям совмещается прикус. Здесь его, в принципе, не осканировали. Соответственно, прикус вы не сопоставите точно. То есть все эти места, их нужно убирать, чистить. Это обязательно. Цифровой слепок позволяет вам сразу увидеть на картинке, что не так. Если вот, когда мы снимаем слепок, мы достаем, видим, что где-то не проснялось, переснять его минут 30-40. Досканировать – это минут 3. Вы видите, что у вас наблылась весна, значит, нитка ушла. Это место нужно пересканировать, удалить объект, заново проложить нитку и досканировать. По-другому работать нельзя. Иначе здесь техник может примерно вот этим вот косвенным признакам догравировать, как это бывает сейчас на модели, там чуть-чуть, с капельюшком подсняли. Чтобы этого не было, нужно обязательно места досканировать, удалять и пересканировать. Так же и здесь. Это место не досканировано. То, что нужно было сделать доктору, посмотрев на скан, это видно на компьютере сразу, в реальном времени, он может этот объект удалить и пересканировать. То же самое здесь. То есть, вот в закате. Вот эта работа была сделана без исключительной модели. Были четкие операционные сканы, они все в цвете, видим светлубов, не очень комфортно в закате, но в принципе это интересно. Здесь получаются концевые дефекты, да? По идее, могли быть проблемы с прикусом. Но если доктор все четко отработал, дал нам прикус, ударил все ненужные объекты, то эта работа сдалась в первого раза с минимальными отработками по грузии. Это у нас, например, как работают в библиотеке цифровые, да? То есть у нас есть скамар-маркер, его сначала сканируют в полости рта, дальше зонотехник подгружает это все дело у нас в экзокарт и сопоставляет цифровой объект с физическим. Физический объект это то, что вы сканируете в полости рта. То есть скамар-маркер должен быть располагаться под этим квадратиком, сканирующим элементом к щеке, либо к языку, чтобы его можно было увидеть. Дальше вся эта конструкция делается без моделей вообще. То есть все одиночки в основном делаются без моделей. Так это выглядит в полости рта. Мы видим, что при правильной передаче информации зонотехник немножко отдают десну. По цвету она прекрасно подошла. Это полная анатомия. Это не нанесенный цирков. Это просто раскрашенный. Все, буквально пациент пришел. Минут, наверное, 15 в пути реформирователь почистили, вкрыли коронку. Шапку, естественно, закрыли. Это винтовая фиксация на основании. И на этом то решилось. Гораздо быстрее работает. Доктор сканировал это буквально даже минут за 30. Все, полностью весь прием. Если бы мы снимали слепо, это, скорее всего, было бы дальше. Самое опасное, когда мы делаем одиночки при сканировании, это просить пациента замкнуть челюсть. Потому что он считает, что раз у меня здесь дефект, там надо жить посильнее. Ну, потому что точно нужно передать притис. А поскольку зубы у нас подвижны, мы получаем пересечение. Тогда как здесь их нет вообще, с этой стороны он не накусил, то здесь он передавил. Вот это пересечение это очень много. Почти миллиметр. Соответственно, будет завышение по прикусу. Когда мы сделаем коронку, если мы это пересечение не уберем, это будут проблемы. Что это в таких случаях? Я знаю, что массажи делают, как-то расслабляют пациента, сажают его. Гораздо проще дать ему копилку 8 микрон, поставить между зубами, просить его ее накусить. В этот момент пациент подсознательно думает, что просто может сжать бумагу. И он не передавливает. Он просто сжимает две копилочки. Кстати, с этой стороны. И тогда пересечение тут равномерное. И проблем нет. То есть, можно через массажи, можно расслабляющие там практики посадить пациента. Достаточно просто посадить его в кресле, не нужно садить на стул. Две копилки и накусить. Держите. И на этот момент отсканировать прикус. Сканировать прикус мы по боковым поверхностям. Вот, например, две короночки у нас. Ну, вот они прекрасно сделаны, неплохо обточили. Все хорошо, по цвету они прекрасные. Сдавим полость рта и увидим, что по цвету они не совсем подошли. Как вы считаете, почему? Как вы считаете, почему? Фотографии были? Да. Не согласен здесь, они темненькие. Вспышка? Нет. Во-первых, доктор не передал, что здесь еще не было поверхностей. Вот здесь, вот здесь. Но это не все. Самое главное, что определили прикус не в первые три минуты, когда пациент пришел, а когда он уже выходил из кабинета и доктор вспомнил, блин, стойте, мы не определили прикус. не определили цвет зубов. Цвет зубов нужно определять в первую. Пациент пришел, там сел, определили цвет зуба и только после этого начинаете работу. Почему? Нейрализация зубов происходит в течение полутора часов. Как только у вас пациенту обрабатывали, точили, не докладывали, прошло время и зубы стали светлее. Поэтому, когда мы дали цвета два, попадут на три. Это очень важно. Пришел пациент, определили цвет, начали манипуляции. Почему цвет по пускаму не определили? конкретно этот стиль. Это был стиль памяти. То есть мы не видели, какой цвет был. Там люди предлагают несколько цвет. Есть ли там поделить цвет? Он поделить цвет. Если вы соедините, поскаринь. Поскаринь. Там ущербы, да, разваляется. Лучше так не делать. Лучше все-таки обрабатывать по старинке. Потому что все фотографии, которые мы видим, ну, я как с одной техникой, которую я видел, уже с обточенной культурой. Всегда рассветку прикладываю с обточенной культурой. А нужно ее приложить до того, как подачи какие-либо манипуляции. В чем? То есть может к соседям забавить, если зуб черный. Когда ты обрабатываешь, хотя полосыта высыхает, даже если ты оболиваешь, генерации слюны не происходит. Только водой. И поэтому цвет зубов останется полой белесый. Почему, мы говорим, зубы высохли? Сухие зубы, они более светлые. А теперь сейчас смотрят в естественном свете, то есть проводят в пациентке, начинают смотреть в естественном свете? Да, все верно. Если освещение меняется, естественный свет, дневной свет, вечерние зубы меняются даже в свете у нас, утром они одного цвета, к обеду другого, еще третьего. Это зависит от нанесения, скорее всего, то есть нужны эффекты. То есть у зуба есть, ну вот, апперитентин, эмаль, ее где-то больше, где-то меньше, очень много фал-эффектов. Если нужно прям вот максимальное совпадение, это, конечно, за ЕМАКС и очень тонкий. Если мы говорим о коронке, просто коронке, конечно, ее ядро, оно более насыщенное и монохромное, нежели зуб. Так что, к сожалению, до 100% попадания света можно только на эстетических работах, это ЕМАКС. Циркон, он очень тонкий. Рефрактор. Если мы просто берем коронку на импланьке, сам циркон, сам по себе, он очень монохромный, то есть он очень плотный. Свой зуб, он, конечно, просвечивает. Эта работа была тоже сделана без использования слепков, ветру, циркон, полную анатомию, фронт. То есть сейчас уже нанесение необязательно. Все можно делать в цифре. Тоже стандартная работа, делается без слепков, в становых основаниях. Здесь 3D-аналоги специально. То есть можно напечатать модель. Сейчас технологии до того дошли, что мы используем в своей работе, как зубные техники, печатные модели. Для этого компания «Ультрафтром» производит 3D-аналоги, штановые основания. И вот чтобы их соединить, чтобы вектор был, чтобы у них была одинаковая посадка и так далее. Это огромная работа инженеров. То есть в стоматологии давно работают инженеры, на самом деле. Зубные техники, только и врачи, работают с теми инструментами, которыми мы им дали. И их нужно научить этому. Соответственно, вот такая работа. Черный, это то, что металл. Сканер его плохо видит, поэтому темный зуб. Вот, то есть штамповый камень. То есть как происходит процесс сканирования? По ластерта устанавливается сканмаркер, ну физический. Потом его рассканировали. И зубной техники уже к физическому сканмаркеру поставляет цифровой. Цифровой сканмаркер всегда идеальный. А физический не всегда, потому что там присутствует слюна, пыль, если масса, или зубы, например, и так далее. Что очень важно, это максимальные контакты. Потому что вот здесь, когда мы обтачиваем зубы, например, если бы это было пультя, то пыль, которая от зуба остается, она на апроксималку получается, наростом таким идет. И сканер это видит, как твердую ткань. То есть зубной техник видит скан, он видит плоскость зуба, на максимальную поверхность, как твердую ткань. И зубной техник, сделав ее, а доктор потом получает коронку, и у него флос там швистит, потому что не хватает апроксималки. не хватает. Это из-за того, что нужно было почистить ее. Перед сканированием максимальных контактов соседних зубов, очень важно вот эти вот зуба почистить. То есть, прям взять щеточку и пройтись машинкой. Потому что, если вы этого не сделаете, то здесь, скорее всего, могло достаться отложения, слюна какая-нибудь, засохшая, еще что-нибудь. И тогда у вас полностью атака, он посадит, но будет щель. Это такие небольшие лавхаки, как сканировать без зубу челюсти. То есть, есть легенда или поверье о том, что эллоральный сканер может сканировать единичку и мостик до трех единиц. Это в силу того, что, когда мы сканируем, у нас перекручивается сканер из-за того, что нет никаких ориентиров. Это структура. Вот здесь вкручены архатические пины, а на него навешана структура. Для чего это нужно? Как я и говорил, тогда мы введем сканер, мы введем его сверху. Потом переходим на елную поверхность, потом на бездерлигерную. Соответственно, когда у нас есть четкий объект, который не двигается, не изменяется, с помощью него сканы цепляются идеально четко. У вас получается скелет, это база основа скана первого, идеально. Потом, когда вы начинаете досканировать что-либо, к нему цепляете весь скан. Именно к этой палочке, грубо говоря. Это просто структура, это структура, это структура, чтобы она не двигалась. Но здесь тоже есть ошибки, вот такая вот бахрома. Вот ее не убрав тогда, мы получаем такой вариант. Вот она есть еще у нас. Изобнотехнику, уже когда получил этот скан, обработал его, он получает вот такую некрасивую штуку. Ничего страшного в этом, конечно, нет. Мы прекрасно понимаем, примерно такой понтру тишны должен быть. И мы все сделаем, все окей. Но, очень важно, если вы видите на скан вот такую бахрому, ее нужно удалить и пересканировать. Это займет у вас, ну, секунд 40. В итоге работа будет гораздо лучше. Установили скан-маркеры, подтянули их, собственно, выполнили работу. То есть, часть она всегда остается. Она всегда присутствует, во всех работах. вот здесь сделала лист, почему не доделали, скажем так, можно было протянуть до концевого дефекта, до конца, до самого последнего имплантата. Тогда была бы работа села, все хорошо, но был большой риск. Как это его параллельно? Ну? Как это все за параллельно? Как это все в село? Как это все в село? Как видишь, конусы? Все в село? Ну, вот и тут разлил. Это программа Blender называется. Вот раньше, как мы делали? Мы делали с рукой на балке. Сначала делали балку, потом ее сканировали. И сейчас технологии позволяют сделать сначала прототип, который мы видели до этого, померить его, адаптировать его по прикусу, вернуть его в лабораторию. И они могут из этого же файла сразу же разделить между цирконом и балкой. Получается, что за один прием мы изготавливаем две конструкции. То есть, цифровые протоколы позволяют нам быстрее делать нашу работу, точнее ее делать. И вот такие разные лайфхаки помогают нам программы, которые изобретают люди, помогают нам, наших пациентов любимых, делать более счастливыми и меньше их мучить. Потому что очень важно делать работу быстро. Всем он нужен сейчас, а лучше завтра. Винты. Вот сейчас, в последнее время, стали очень популярны конструкции, прикручивая к циркону на винтах. Получается, у нас есть мультиюниты под коврочек, он без использования стамовых оснований прикручивается сразу винтами. Эта технология, на самом деле, она и новая. Нобель Процера, когда-то очень давно уже это показал. Сейчас есть винты по типу роуза, может быть, вы слышали. Они тоже бонусные, и, соответственно, притягивают саму конструкцию к нашему диме. по типу роуза. Это по типу Нобеля, потому что конус 70 градусов. Роуза, ну просто конусный, весит. А у Нобеля только площадка. Площадка для того, чтобы циркон прижимать по плоскости. Потому что циркон на излом очень хрупкий. То есть вы можете цирконию подкову сломать ругами. Вот что у него прочность 144 мегапаскали. А на давление по плоскости там по 1200. Вот работа сделана по типу роуза винтов. Здесь вот винты, вот они мультиюниты, и конструкция сидит полностью на них. Это демо-модель, она у меня есть с собой, если будет интересно, я покажу. Сколько у нас летит? Мультиюниты компании Ультрастон. Расскажу о наших особенностях в Петербурге. Там уже производят все комплектующие, которые из мировых брендов. И смотрите, если мы берем посадочные места, они подходят во все системы. А вот верхушки у мультиюнита в нашем случае сделаны под одну систему, под ноги. Для чего это сделано? Мы считаем, наш инженер считает, что конструкция мультия самая удачная. То есть концепция мультии это пассивная посадка. Когда вы, получается, делаете работу, чтобы она у вас создалась пассивно, не напрягала наши имплантаты. мультиюниты включиваются после операции. И в процессе они уже не выключиваются, они остаются в полости рта. Они задеваются по формированию геодисмы и потом уже готовы протестовать. Соответственно, у наших мультиюнита есть внутренний рифа. Что помогает вам в процессе установки винг не выпадает. То есть, соответственно, когда вы заводите полость рта, мультиюнита, он на ней падает. И удобно палочкой гонеттера, если все производители ничего в этом нечут. Делаем, радиусущественного нет. По поводу скан-маркеров. Мы делаем всегда из пика. Все верхушки у нас из пика. А рух, он низкий там. Чтобы долговечность скан-маркера была достаточно высокая. А сканировалось и, по нашему мнению, намного лучше. Не все с нами согласны, многие считают, что и железные скан-маркеры лучше. Но, как я знаю, как поработает много техники или полость рта. Когда мы берем вот такую сатинированную поверхность или пескоструйную, то берем ее руками или перчатками, допустим, у нас есть полость рта. Там ладо. И это уже сканеры плохо видят. Вы видели в предыдущем слайде, когда сканер увидел металл в черном цвете. У него есть шумы. Поэтому металл сканируется хуже, чем пик. Пик сканируется в любом варианте и все хорошо, как всегда. Даже если он мокрый. То есть с ним очень хорошо работает полость рта. Наши скан-маркеры, например, садятся по плоскости. Что это значит? Вот у нас имплантат. И если есть конусная система, когда он входит туда, получается, доктор закручивая наш скан-маркер, он не использует геометрический ключ, он может закрутить четыре скан-маркера с разным торговым. Ну, от руки. 7, 5, 12, например. Как я рассказывал, вам нужен скелет, когда вы отсканировали полностью у нас большую работу. Вот одна. И получается, что из-за погрешности посадки вы получаете неточный скан. У вас его перекручивает. У вас разница в посадке идет. И когда вы надеваете конструкцию, она у вас либо сидит нечетко, либо цирклом может лопнуть. Поэтому, когда у вас сидит по плоскости что-либо, какой бы торт вы ни дали, это не имеет значения. У вас он либо сидит по плоскости, либо нет. На этом все. То есть это очень удобно. Плюс, доктор может не откорять, Дисней взять зонтик и проверить, сидит, не сидит. Рентген-контроль, конечно, важен. Это нужно делать обязательно. Что с формирователем Дисней, что со скан-маркерами, например, вот эта работа. Мы видим, что апроксималка тут огромная щель. Но при этом моделировали, и все было хорошо. Вопросов не было. Видите вот эту дугу? Там ее нет. Что произошло? Получится, доктор Варку начал подпиливать апроксималку, потому что коронка не залезала. А когда он ее наконец-таки досадил туда, ну и получилась здесь щель. В момент установки стармаркера он его не докрутил. Скорее всего, был очень плотный биотип Дисней. Искан-маркер встал в такое положение. Не соосно имплантату, а чуть наклонился. Этого достаточно, чтобы получить такой результат. Понятное дело, что все это идет на переделку. То, что нужно было сделать, это рентген-контроль и проверить, как он его сидит. Потратить лишние там 10 минут, но при этом не переделать работу. Это очень важный момент. То есть ошибок не прощает. Любое оборудование, какое-нибудь не было, какое-то дорогое, абсолютно ваши навыки. Соответственно, не докрутив кан-маркер, не посадив его ровно. Чуть-чуть наклонился он получается, скорее всего. Это предположение. Я не разбирал работу, я предполагаю. Но результат мы вот видим. Поэтому скан-маркер нужно расположать всегда вот этим квадратиком к щеке либо к небу, для того, чтобы сканер это мог увидеть, потому что вся посадка идет вот по этому верху, по верхушке и по этому квадрату. Это вам все должно быть виден. Если вы расположите его дистальну, например, или медиаль к аппроксималке, вы его не увидите. Будет тяжело сканировать. Здесь сейчас показывают процесс, вот он сканировал, это вот физический объект. То, что мы получаем в лаборатории. То, как мы его сканировали. Видите, вот здесь есть дефект. Вот сейчас техник подставляет цифровой объект. Вот он ставит его на плоскость вот эту и сопоставляет его. Ну, видим, здесь есть небольшая подвеска. Ничего страшного, в этом нет. Понятно. Все стало, все хорошо. Вопрос, почему здесь вот такие вмятины? Как вы считаете? Почему может быть? Как-то получилось при сканировании. Вот видите, вот здесь. Я могу еще раз показать. Недостаточно прослушная. Да, все так. Это слюна. Вот здесь вот осталась слюна. Так и отсканировали. Из-за этого, что слюна попала сюда, он это увидел как вмятина, как кефир. И убрал ее, получается. Соответственно, сканмаркеры спикер, даже вот, новый, очень достаточно непросушенный, но при этом он сканировался. Но так делать нельзя. Все должно быть сухо. Все должно просушивать. работать. Составление вот это, оно ведется автоматически или вручную? Вы вручную выбираете точку здесь, точку тут. И сопоставляет его уже программа. Максимально сумма подошла к всем параметрам. Потому что цифровой и физический объект, они одинаковы. Соответственно, к сканмаркеру привязываются титановые основания, 3D-аналоги. То есть у вас есть сканмаркер, это у вас, грубо говоря, трансфер, только для цифрового ввода. Библиотеки, экзокат и трешейк. Ну, экзокат и трешейк у нас ушли с рынка, но экзокат по большей степени популяризован в России и там еще много халявных программ. У шейква все закрыто. За все стоит больше денег, поэтому многие его не используют. Поэтому экзокат самая популярная в системе в России. 3D-аналоги. Они всегда такие вот маленькие, небольшие, имеют просто номер и разную посадку, то есть под разную систему. Обязательно такой винтик шлиц должен быть со шлицом, для того, чтобы притягивать его. И большинство лабораторий уже не используют гипс, они используют печатные модели. Это быстрее и дешевле. То есть не нужен гипсовщик. Зумная техника допустит за компьютером и щелкает мышкой и может создать такую модель. Поставить ее на печать, в первую очередь не гипсовщики, принтеры, кстати, стоят очень бумагно. Они кубики можно купить за 45 рублей, но будут выполнять свою функцию. Не долго, но будет. Также можно взять юни за цитатом полтора миллиона. Он будет точнее сканировать, точнее печатать, быстрее печатать, но цена вложения. Вот такие вот тестовые детали всегда теперь есть. То есть раньше этого всего не было. Сейчас для удобства техников и докторов созданы разные печатные модели. Это вот Харслав нашим партнером подсказали, сделали нам такую плашку. Соответственно, вот здесь вот есть зазоры, радиальные, которые подбираются для вашего оборудования. Потому что оборудование, которое мы используем для печати, очень чувствительное. То есть если у вас меняется температура, меняется свет, то все это влияет на печать. Соответственно, вот здесь, например, есть номера. Это 130 микронов радиальный зазор. Чем ниже, тем лучше. Гипсовый человек 0,4 примерно. Соответственно, если вы укладываетесь 0,4 при печати, вы соответствуете гипсу. Если меньше, точность выше, чем у гипса. Про хирургий шаблоны вам коллега рассказывал, в принципе, я думаю, что, наверное, все время кончилось. Да? Пять минут еще? Могу про шаблоны рассказать? Мы немножко по-другому делаем, нежели наши коллеги. Мы делаем втулки, естественно, для шаблонов. И вот я покажу на интересный случай. Вот раньше мы использовали геноконтрастные маркеры. А вот сейчас, ну вот это так выглядит пациент. Расканировал, мы видим только маркеры и поиск. Больше ничего не уничтожено. Ребята придумали вот такую вещь. Это астрологические пины, которые вкручиваются в него. Для того, чтобы огрешенности не было. Потому что пациент может что-то сместить, что-то перекусить и так далее. Они статичны, никуда не деваются. Никуда. Вот так мы видим КТ и сопоставляем наш. По трем точкам. Вот они, пины наши. Вот они, точки расставляются с одной техникой и сопоставляем. Вот, сопоставим. Все в зеленой зоне. То есть погрешности практически нет. То есть можно использовать такие методы. Для того, чтобы точно сопоставить КТ и на сфернированном. Сыр. Сыр. Это мы просто баловались. Использовали то старое КТ и доставили имплантаты. По поводу шаблонов. Самое важное это пины, наверное. Вот пины надо ставить минимум 4 штуки. Один можно сюда подвести. Если шаблон у вас будет на трех пинах, один подвел, он вас будет слюбать. Точности операции уже не будет. Соответственно, пинов, фиксирующих шаблон должно быть минимум 4. Поставить можно 3. Вот мы поставили 2, например, в стеблянной части и один сюда. Все замечательно, шаблон сфиксировался. Четвертый станет необязательно, конечно же. Зачем травмировать пациенту и козли? Но если он у вас подвел, вы можете использовать его. Или вот этот подвел. У вас все равно остается 3 пина. То есть не поленитесь, и на поставки. это вам коллега уже показывал. с каким усилием? Вы видите, как он пытается продавить этот путь, пробелить. Это говорит о том, что втулки на шаблоне всегда нужны. Не нужно использовать пристулочный шаблон. Видите, какие усилия прилагает человек. Если бы не было такого множества фиксирующих пинов, шаблон бы у нас шатался. От точности операции никакой вещи быть не могло. То есть очень важно фиксировать шаблон так, чтобы он ни в коем случае не был подвижен. Выпишнул, выдержал и начинается таком усиливление. Видите, куда соша попадает? На вкупу и на стопер. Это система автора, если я не ошибаюсь. У них стопер, он ходит стопер. Соответственно, используя сош в этом варианте, когда мы присоединяем шаблон, вкупу, стопер, сош туда не попадает. Поэтому усилить, ну, как мне рассказывали доктора, я не специалисту на плане, я пересказываю то, что мне рассказывали. Это очень важно. Они говорят, что сош туда не попадает и охлаждения как такового не происходит. Поэтому сверлить нужно на минимальных оборотах через шаблон. Потому что охлаждения костей не происходит. Про втулки теперь немного. То есть втулки, которые мы производим, всегда соответствуют диаметру вот этого стоперного кольца. И самое главное, когда вы тут перед операцией, нужно всегда проверять ваши сверла, подходят ли они под шаблон под эти втулки. Проблема бывает в сверлах, потому что все производители имплантационных систем не успевают производить еще и сверла и хирургические наборы. Они всегда их заказывают сделать на стороне. И когда у вас происходит обмен фрез, мы все и стерлись, новые купили, бывает такое, что 5 фрез можно выложить в ряд и первые зазоры будут радиальные, получается там 5-0-1, а последние 5-0-7. И последняя фреза у вас не залезет. Сорвется операция, соответственно, вы не сможете либо откручивать шаблон и заново без него уже работать, либо перед операцией не полениться и проверить, что все замечательно подходит, что нет проблем. Потому что проблем с втулками не бывает. Втулки все сделаются одинаково на очень точном оборудовании. А вот сверла не всегда. Поэтому это нужно понимать и перед шаблоном если вы поставите в стерилизацию, проверить ваши сверла, особенно если они поменялись никогда. Это еще немножко лайфхакт, например, как сканировать на культях. То есть если мы понимаем про имплантаты, что мы можем поставить, вот они, кстати, ортенфические пины, прошить насквозь. Жидкий пикококет, по-моему, если не ошибаюсь. То есть вот мы сканировали пути. Здесь также, например, если мы на культях сканируем, то нужно поставить такие маркеры на всей челюсти для того, чтобы у вас скан привязывался к чему-то жесткому, чтобы это не шаталось. Вот здесь, получается, сделали только с этой стороны, сюда почему-то не перейти на беломки. Это была ошибка, но все получилось хорошо, как бы, то есть была возможность того, что работа не сядет, но все село. Вот этот протез, в 12 часов дня его закончили сканировать, передали в лабораторию, а в 6 часов вечера пациент ушел зубами. То есть технологии позволяют за 6 часов сделать протез после операционного. Соответственно, у нас уже закрывается шафт, здесь закрыли, а потом протезик можно изготовить с помощью цифры. Получается, раньше вам нужно было ввести слепок в лабораторию, то сейчас он сканировал, если все сделано правильно по протоколу, поставить это в лабораторию, смоделировать, показать пациенту, пациент согласен, поставить на выпилку, пластик пили достаточно быстро, ну, потом часа 4, наверное, 3, и, соответственно, на этом все. Приезжают в клинику и часов в 8 вечера пациент уходит зубами. Дальше по материалам, наверное, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok